Всем привет! Сегодня у нас такая небольшая неплановая болталка. Вам очень хочется каких-то позитивных историй. Вам интересно, как развиваются отношения истории. У девочек моих подписчиц кто мне пишет истории. Сегодня я вам зачитаю, скажем так, небольшой результат своей работы, которую я проводила история. Это не была на канале. Девушка, в принципе, не знает, что я это сниму. Она написала мне, скажем так, повторный пост, письмо мне на почту за благодарностью. Я ей просто давала какой-то совет, скажем, не какой-то, я знаю, какой я ей совет давала. Я просто ей писала письмо, ответила один раз, дала почву для размышлений, такую мини-консультацию провела. И, скажем так, она в какой-то части, я думаю, последовала моим советам, применила их, и у нее, скажем так, хороший результат появился. Я просто хотела бы вам зачитать то, что она мне написала. Мне очень приятно, каждый день мне приходят такие письма. Мне очень приятно, девочки, за вашу обратную связь. Мне очень приятно, что блог, я вот сижу, не просто так это все, не зазря снимаю, я вкладываю в это душу, честно. Извините, у меня сейчас не всегда есть время отвечать вам на комментарии. Каждый, каждый комментарий я читаю. Видео, где истории идут от подписчиц, я там стараюсь ничего не комментировать, потому что я просто зачитываю и свое мнение говорю в видео. А комментарии остаются для вас, чтобы вы свое мнение писали. Поэтому вступать, даже кого-то поправлять в какой-то спор, либо это крайне редко делаю, если человек что-то там, ну, недопонял, может быть, в видео что-то, поясняя, что было сказано в видео, недоуслышали что-то, не так поняли. Но не рассуждая на эту тему, которая была в видео, я считаю просто некрасиво, это уже немножко не то. Я свое мнение в видео изначально высказала. Но вы вправе как бы писать, естественно, то, что считаете нужным, комментарии для этого, и девушки для этого истории свои и присылают. Кстати, под видео будет почта, где вы можете писать ваши истории, в том числе пишите позитивную историю, которые у вас были в отношениях с вашими турками. Я тоже это зачитаю, пусть для девочек будут и позитивные какие-то примеры. Потому что мне часто комментарии делают, все так плохо, какие ужасные истории, какие судьбы калечатся, что происходит вокруг. Один негатив, вот я вас послушала, и уже со своим турком очень осторожно себя веду. И мне уже никаких отношений с ним не хочется, я не хочу к нему там, например, ехать в гости, и вообще разрываю помолвку. У меня несколько раз, кстати, такие комментарии были. Вот, кстати, я вам хочу, девочки, сказать, почему для вас важно общественное мнение и какие-то истории, примеры, почему вас задерживаются внутри вам, в голове мысли такие закрадываются, да, они хорошие. Значит, в вашей голове есть почва. Вы в чем-то уже в этом человеке сомневаетесь. И эти видео, вас только ваши сомнения и вашу тревогу развивают. Причина-то не в видео, а изначально в ваших сомнениях к вашему избраннику, к вашему мужчине, к вашему человеку. Так что дело это не в плохих негативных историях. Кто действительно любит, у кого нет сомнений, кто уверен в своем человеке, господи, ему хоть кол на голове чеши, хоть какие истории страшные рассказывают, он никогда на это вестись не будет, и реагировать у него своя будет правда. Поэтому дело не в плохих историях, а в ваших личных сомнениях по отношению к вашим избранникам. Так, я ей давала советы, в общем, обратиться к психологу, проконсультироваться, может быть, поработать, насчет недоверия. У девушки изначально была история недоверия к турку. Все ли так может быть хорошо, что-то может все-таки в нем, подскажите мне, на что обратить внимание такое было, да. И вот мне девушка пишет, проблем у меня нет, родители у меня просто идеальные, просто я, наверное, встречала не тех мужчин или вела себя с ними не так, как нужно. А самым лучшим психологом для меня оказались вы, за что вам мое огромное человеческое спасибо. Все у меня с моим турецким теперь уже женихом хорошо. И кольцо подарил всех моих близких, подарками осыпал. Если бы я не останавливала, так все прилавки искупал бы, хотя принц или олигарх из себя не строит. И с родителями общается, так что мой родной братишка, откровенно говоря, ревнует. Я со стороны вижу. В общем, учу турецкий язык и оповестила начальство о том, что трудовой договор продлять не буду. Это было обсуждено до моего отъезда домой с моим турецким женихом. Честно говоря, я все-таки уточнила у начальника, возьмет ли он меня обратно в случае чего и получила положительный ответ. То есть подстраховка никогда не помешает. Молодец. Но во многом помогли именно вы и ваши советы. Та информация, которую вы делите в своих блогах по поводу разницы менталитетов, турецкой ревности, культуры и прочее, это именно то, чего лично мне не хватало для сохранения отношений с моим любимым человеком. Я вас искренне благодарю от всей души. Если бы не ваши советы и не ваш опыт, то, скорее всего, я многое истолковала бы по-своему. И, наверное, давным-давно разругалась с человеком, который мне теперь так дорог. Вы очень мудрая, грамотная, красивая девушка. Спасибо вам за ваши советы, за то, что вы делитесь своим опытом и за вашу поддержку. С уважением, ваша подписчица. Мне очень крайне приятно. И мне, знаете, как тщеславие какое-то. Вот мне хорошие вещи говорят. Это каждому приятно. Мне лично приятно за то, что я здесь сижу, трачу время. Или я тогда девушке ответила на письмо. Прошло очень много, несколько месяцев прошло, парочку месяцев где-то, или даже три уже. Три, ой, сентябрь, октябрь, ноябрь. Уже минимум три месяца прошло, когда я отвечала на меня в сентябре или в августе писала, я помню. Вот, прошло уже столько месяцев. Есть результат от моего какого-то совета, от моих видео, которые я насмотрела. Мне вот это приятно, что я не просто так трачу время, что есть польза в моих видео. Вот, честно, если бы когда я переезжала, что-то подобное было. Вот, когда я переезжала, было, ну, наверное, по пальцам одной руки перечесть. То есть, может, пять блогеров было от Турции. И в основном это было либо кулинарное что-то, тоже я рада этому рецепту, там смотрела. Семейно-бытовое жизненное влоги. И уже эти многие блогеры, они уже не снимают каналы, закрывали. То есть, такое было. Без конкретных советов. Вот этой информации такой не было. Вот началось это все, вот когда я, Катя, и начали появляться другие блогеры за нами, и с нами вместе вот в этой волне, вот в этом поводоке мигрантском, я не знаю, как это называть. Вот это время, когда мы начали снимать наше видео, сказать, рассказывать что-то, своим опытом делиться, стало блогеров больше. И, в принципе, блогерская сфера развивалась, да. И сейчас, последние два года, блог просто... Блогеры и вот эта вот сфера, она стала очень популярной, развиваться туда, вбухиваются рекламные деньги. В принципе, блогерство стало приносить какие-то деньги кому-то. Но вообще я к тому, что мне очень приятно вот такие плоды постигать своего труда. По сравнению с тем, сколько лет моему каналу, дофига. Страшно сказать эту цифру, 5 лет. Количество подписчиков в районе 50 тысяч. Это очень мало за этот срок. Я прекрасно понимаю. Но, сохраняя при этом себя, не потеряв, а приобретя себя... Мне очень приятно, мне приходят комментарии. Я посмотрела ваше начальное видео, то, что сейчас вы так изменились, вы так повзрослели, вы стали совершенно другой, вы совершенно по-другому выглядите, вы похорошели. Как-то мне даже писали, старость к вам к лицу, то есть, ну, возраст, то есть, ты стареешь, как бы, это логично, я на это не обижаюсь, да. Вы стали лучше выглядеть, чем были раньше. Мне очень приятные комментарии, но недавно мне девушка написала, ну, это тоже имеет место быть. И абсолютно правильно. Ой, в первых видео такая веселушка, хохотушка на волне, а сейчас вы совершенно такая серьезная, злая даже мне как-то написали, что-то такое вот. Ну, вообще, какой-то негатив. У меня было желание, я не стала отвечать человеку, прости, бать, типа, да знаете, в жизни такая, в Турции тяжелая и ужасная жизнь, меня тут в подвале держат, заставляют снимать видеоблоги, поэтому я такой стала. У меня нет другого выбора, я не могу вернуться к себе на родину. Ну, просто человек взрослеет, вы это принимаете, либо нет, у меня есть подписчики, которые с самого начала со мной, и они взрослеют вместе со мной. Мне очень прикольно видеть комментарии, у меня недавно был такой комментарий, я не буду называть ваших пользователей, это не очень красиво было бы. У нас девочка, которая живет в Стамбуле, изначально года три назад она мне писала, была моя подписчица, позитивные комментарии, потом она писала крайне негативные, она везде со мной не соглашалась, со мной спорила. Я прекрасно знаю почему, потому что она переехала, она познакомилась, она пришла на мой канал, она познакомилась со своим турком, в комментариях это писала, все это в открытом доступе. какие-то комментарии оставляла. Я просто по картинкам лицом старичков и всех прекрасно помню. Потом она пропадала и начала меня дико хейтить. Она меня очень не любила, написала мне плохие комментарии и она в каждом, блин, слово поперек. И каждое мое слово в видео не нравилось, но она продолжала смотреть. Не знаю, почему, что она переехала. У нее стало появляться свое мнение, которое она старалась выразить. Она со мной была в корне, с чем-то не согласна. И это нормально. Я с ней спорила где-то, но я ее там, конечно, не блокировала, там не удаляла. Вот. Потом она пропала, я, по сути, этой девушке забыла. И вот недавно она мне опять пишет комментарии, и она уже пишет о том, что у меня ребенок там и мои материнские видео она мне, блин, Галя, как приятно видеть эти видео. Я все это сама вот только что прохожу. Я родила ребенка. Ребенка где-то у нее уже, кстати, полтора года как раз. Может, у нее тогда период беременности был, когда она меня хейтила, дико срывалась на мне. Но у меня вот по отношению фотку, я ее помню, да, профайла. У меня был такой какой-то негатив от этого человека, но не блокировало. У меня было ощущение, ну, человек имеет на это право, как бы, окей. Может, у нее какие-то жизненные трудности. Я на эту скидку давала, а потом в итоге она пропала. Вот она была в родах, всем этим занята, не до Ютуба, походу. И тут она вернулась, и с таким позитивным я на все смотрю под другими глазами. Как я с тобой с этим согласна? Я все это сама на себе прожила, прочувствовала. И ко мне опять вернулся мой этот подписчик, который был со мной изначально. Я думаю, девушка, которая будет смотреть это видео, поймет, что я о ней говорю. Я не буду называть имени. Я тебе, я на тебя скажу так, обиду никакую не держу. У всех разные гормональные всплески, тяжелые жизненные периоды. У каждого свое мнение есть, которое он может высказывать. Я на тебя не обижаюсь, ты имеешь на это право. Мне очень приятно просто, что ты все равно вернулась. Это показатель качества моей блогерской работы. Что человек, хоть и был когда-то со мной не согласен с чем-то, он примирился, вернулся, и мы все равно с ним душа в душу. Он меня теперь понимает. И мы, опять что хочу отметить, вместе с этим человеком, с этим подписчиком, мы вместе выросли. Морально, как люди. И я этому ютубу и социальным странам я за это очень-очень благодарна. Так что, кто со мной растет вместе, я надеюсь, что я вам даю какой-то положительный пример. Давайте будем улучшаться. Стоять на месте, деградировать, не развиваться, может каждый это легко делать. А расти, улучшать себя, свою жизнь, качество своей жизни, себя самого, самообразовываться, читать книжки, это очень полезно. И вам это всегда, скажем так, каухнется. Жду ваших комментариев по этому поводу. Мне просто хотелось за этим видео выразить вам свою благодарность. Спасибо, что меня продолжаете смотреть. Всех обнимаю, целую. Всем пока.